А теперь делаем вот так, как я показывал. Размываем вот эту вот жесткую границу, которая у нас образовалась здесь. Как я тогда показывал на розе, также очень мягко, аккуратно, стараюсь не разбить кожу, не елозить долго по одному и тому же месту. Вот такими легкими движениями. А на сколько глубоко нужно? 0.3-0.4 мм максимум. Все красится на одну и ту же глубину. Что красится, что тянется. Здесь нету каких-то определенных таких прям. Вот красить нужно на одну глубину, тени надо класть на другую глубину. Нет, здесь этого ничего нет. Все работает на определенную глубину именно в дерму. Не глубже, не более поверхностно. Потому что, если ты сделаешь глубже, у тебя, во-первых, будет ранка. Во-вторых, если ты сделаешь более поверхностно, то при заживлении большая часть пигмента станет более светлой. То есть, она практически уйдет. Соответственно, ожидаемый результат у тебя не получится, ожидаемого контраста у тебя не получится, потому что ты сделал все слишком поверхностно. Вот так. Вот сейчас будут технику градиента именно маятниковые движения. Это самая лучшая техника именно для нанесения растяжек и переходов. Так как внизу у тебя, то есть, допустим, в каком-то определенном месте, у тебя не образуется какой-то ровной грани, плотной грани, которую тебе придется потом опять пытаться как-то растянуть, что дает тебе поле для маневра, очень обширное поле для маневра. У тебя не получится каких-то плотных пятен, допустим, на одном участке, а на другом участке у тебя будет более светлый какой-то положенный, более светлый пигмент. Соответственно, это дает тебе возможность мягкого, плотного нанесения, напыления светлого какого-то пигмента. И ты всегда контролируешь сколько плотность пигмента, то есть, интенсивность и насыщенность. Ты где-то можешь наоборот подкрасить, а где-то можешь наоборот уйти в максимально светлый, что я сейчас, в принципе, и делаю. Потому что напыляется очень легко, никаких вот этих голограммных никаких не появляется. От обычного прокраса у тебя может появиться какая-то голограммка, то есть следы от прокраса машинка. Вот при таком маятниковом движении у тебя такого никогда не получится. Потому что у тебя идет прокрас раз линия, прошла два линия. Тебе не нужно круговыми какими-то движениями это все туда вкрашивать. Так же очень аккуратно, очень легко вот такими маятниковыми движениями это все у нас закрашивается максимально легко, не создавая каких-то разбивания, не делая, что ты не разбиваешь кожу, но максимально плотно и мягко ты делаешь градиент. Естественно, потом вот в этих местах, которые остаются вот здесь вот, вот этой лопатой широкой залезть туда очень сложно. Соответственно, туда мы залезаем вот маленькой иголочкой какой-нибудь и быстренько-быстренько вот так вот напыляем оттенок. Просто чтобы не плотно туда прям загоняем иголку, а поверхностно прям чик-чик-чик-чик-чик вот так вот раз-раз-раз-раз крест-накрест сделали сеточку. Все, когда она у тебя заживет, у тебя будет там лежать пигмент, у тебя будет там оттенок. Но грубого какого-то перехода у тебя вот от этой части вот здесь его практически не будет. Здесь можно фактически уже, ну по исходнику, если смотреть, да, по исходнику, то здесь фактически можно вообще еле-еле водой просто проконтурить и все прокрасить вот именно вот такими вот чик-чик-чик-чик-чик быстрыми движениями. О. О. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Тем мягче у вас получается вот здесь переход Потому что машинка не успевает сделать такое количество ударов рядом с друг с другом Чтобы максимально плотно положить То есть соответственно между точками на выходе расстояние гораздо больше увеличивается Нежели вы будете медленно прокрашивать это все Поэтому у вас получается вот такой мягкий градиент Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Чтобы он нам более не затемнил тот пигмент, который мы будем наносить дальше Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Покажу это движение Набираем средний тон И начинаем делать От контура Грубо говоря Начинаем делать Вот такие движения Размываем эту границу Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Который при наложении Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 Вот смотри Здесь у нас видишь какая жесткая граница получилась когда я закрашивал релочкой тоникой Сейчас мы ее как раз будем разгонять чтобы у нас не было ее чтобы у нас был мягкий плавный градиент Продолжение следует... 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 Продолжение следует...